Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Игорь, и компания Эйкодрифт. И сегодня мы добрались до самого интересного события этой зимы, кроме патча Dota 7.0. Мы сегодня с вами будем обозревать гироскутер фирмы Kivano и ее китайскую подделку. Насколько вы можете сами знать, подобный гироскутер на рынке стоит 30 тысяч рублей, если это оригинал. Но на данный момент времени на многих сайтах, вообще во многих магазинах появились чисто откровенные подделки, которые продают по 20-18 тысяч рублей, а того и меньше. И сейчас мы с вами вместе разберемся и сравним два гироскутера, оригинальный и китайскую подделку. И посмотрим, чем они отличаются и стоит ли нам переплачивать за данный вид электротранспорта. Погнали! Ну вот, дорогие друзья, перед нами и оригинальный гироскутер фирмы Kivano. Но, насколько вы можете видеть, коробка самая обыкновенная, нет в ней ничего сверхъестественного. Обычный картон, правда, очень хорошего качества и просто рисунок самого нашего гироскутера. С торца коробки у нас указано, что это оригинальный гироскутер и на нем полностью все технические параметры его описаны. Также есть вот такие большие значки Apple Store и Play Market. Они нам указывают на то, что на этот вид электротранспорта гироскутера фирмы Kivano есть предложение. Теперь посмотрим с вами, что находится внутри. Открываем коробочку. Так, все красиво упаковано. Так, что мы видим здесь? Наша внутренняя гарантия компании Kodrift. Вот такое вот зарядное устройство трехпиновое. Краткий мануал с QR-кодом, по которому вы можете, собственно, и скачать само приложение на данный вид гироскутера. Что еще? Ну и сам гироскутер упакован в такой очень плотный, очень качественный чехол. Сейчас мы его с вами достанем, собственно, и посмотрим. Ремень для переноски чехла на плече. Вилка 220 для зарядки. Ну и сам гироскутер. Чехол очень качественный. Очень хорошего качества. Такой вот прям и защищает от ударов такой очень плотный. Ну и, собственно, наш гироскутер. Сейчас проверим, включается ли он, работает ли он. Да, полностью. Чистый хороший звук. Все работает. Все прекрасно. Теперь давайте с вами откроем вторую коробку и посмотрим, что же у нас находится в ней. Вот, друзья, уже аналогичный гироскутер, но правда поделка. Купили его мы за 18 тысяч рублей в интернет-магазине, название которого я вам не скажу. Ну вот, друзья, перед нами коробка второго гироскутера. Насколько вы видите, она уже сделана более в таком ярком формате. Это для того, чтобы привлечь ваше внимание и усыпить вашу бдительность. Так, ну, с торца коробки нет никаких особых надписей. Просто вес 14 килограмм. Вольтаж батареи и максимальная скорость 12 километров в час. Собственно, вот и все. Посмотрим, что находится внутри. Так. Открываем коробочку. Вот такой чехол. Самый обыкновенный, явный фейк. Вы видели оригинальный чехол, какой он очень плотный, высококачественный, защищающий нас от ударов. Ну, этим чехлом просто можно убивать людей. А это просто самый обыкновенный чехол. Ну, как и на обыкновенных Smart Balance 10. Ну, самый обыкновенный чехол. Ничего сверхъестественного в нем нет. Вот такая вот тоже зарядка. Пластик низкокачественный. Она не упакованная. Трехпиновый, тоже такой низкокачественный. Куча всяких пакетов. Ну, и вот там гироскутер. Сейчас мы с вами его достанем. Коробки больше, как видите, ничего нет. Трэнк. Он тоже работает. Слава богу. Так, а сейчас мы их вкроем и посмотрим отличия. Ну, вот, друзья, мы с вами и достали два наших гироскутера. И сможем сейчас внешне быстренько сделать обзор краткий. И посмотреть, чем же они отличаются. Вот оригинальный гироскутер. А вот его подделка. Первое и самое, пожалуй, главное, на что стоит обратить внимание, это металлические крылья. Вот гироскутер с металлическими крыльями, на котором написано X-Go. Это оригинальный гироскутер фирмы Kivano. Они используют металл. Это их фишка такая небольшая. Что мы видим здесь? Вот в нашем китайском дружке уже пластик. Вот такой вот, откровенно говоря, который вот можно вот так вот пошатать. Если еще чуть-чуть сильнее, можно даже и сломать. Первое отличие – металл, пластик. Второе отличие. Насколько мы можем видеть, в оригинальном гироскутере фирмы Kivano используется более широкая покрышка. И протектор, он более глубокий, более агрессивный. Он хорошо выступает, что делает сцепление с поверхностью земли или грунта гораздо лучше, нежели в китайской подделке. В китайской подделке колесо может на сантиметр-полтора уже, нежели в оригинале. И протектор уже не такой ярко выступающий, как в оригинальном гироскутере. Чтобы вода туда внутрь не попала, нам нужно будет использовать, ну, чем-то подковырнуть, то ли какой-то тонкой отверткой и достать резину, потому что вот она вот именно таким образом выглядит. Третье отличие. Светодиоды. Верхние светодиоды, которые отображают, служат нам индикатором состояния аккумулятора, они выполнены в белом пластике. В китайской же подделке мы уже видим прозрачный пластик, мы видим светодиодные сами огни. Передние фонари. Что можно сказать про них? В оригинальной версии они выполнены из более качественного пластика, и они сделаны более прозрачные для того, чтобы максимально освещать дорогу. В китайской же подделке мы видим, во-первых, качество пластика уже несколько хуже, и они уже такие более затемненные, будут ухудшать видимость света, прохождение света. Задние габаритные огни. Что мы видим здесь? Ну, здесь точно такая же картина. Пластик на оригинальном, он более качественный и более прозрачный, что позволит быть более заметными в ночное вечернее время на дорогах. В китайской же подделке, во-первых, само качество диодов гораздо хуже, и плюс они тоже затемненные, свет будет не таким ярким, как на оригинале. Еще очень интересное и забавное отличие. Кнопки включения и гнездо зарядки. Если мы повернем наш гироскутер к вам лицом, дорогие зрители, мы увидим, слева от вас находится сначала гнездо зарядки, вот оно, а потом находится сама кнопка включения, и кнопка включения, она выступает немножко наружу. На китайской же версии все немножко по-другому. Слева от вас уже находится кнопка включения, а следующая идет гнездо зарядки. И сама кнопка, она сделана очень неудобно. Если вы какой-то здоровый мужик с большими пальцами, вам будет очень сложно ее нажать. Она маленькая и утопленная вовнутрь. То есть вам нужно прям пальцем изловчиться для того, чтобы ее нажать. Нижняя часть нашего гироскутера, что мы видим здесь? Разъем для динамика и нижняя, просто нижняя часть корпуса. Китайский гироскутер и вот оригинальный гироскутер от компании Kivano, что мы видим здесь. У нас здесь есть пломбы на китайском языке от компании Kivano. На китайской поделке таких пломб нет. Здесь уже у нас пломбы от самого магазина, который перепродает данное устройство. И вот здесь мы видим такую вот наклеечку с наименованием. Здесь написано модель, 154 Вт-часа или же 4300 мАч. Какой аккумулятор и какой ток. Ток, каким нужно заряжать это устройство у нас указано. Также Mada Inchino написано. На китайской поделке такой этикеточки нет. И хотелось бы еще сказать по поводу пластика. Пластик на оригинале гораздо приятнее на ощупь. И невооруженным взглядом видно, что он выполнен качественно. Внешне очень приятный. На китайской поделке, во-первых, она неприятная на прикосновение, на ощупь. И очень хорошо пачкается. И она выполнена в более таком матовом формате. Давайте с вами сейчас их разберем и посмотрим, чем же они отличаются внутри. Судя по всему, отличаются еще как-то. Ну вот, друзья, мы с вами и вскрыли оба наших устройства. Напомню, перед вами оригинальный гироскутер фирмы Kevano и его китайская поделка. Что сразу бросается в глаза? В оригинальной версии аккумулятор помещен в специальный влагозащитный чехол. Здесь же аккумулятор просто размещен в корпусе. Также центральная плата управления защищена специальной крышкой, которая тоже будет предотвращать попадение на нее различных следов влаги, пыли, грязи и так далее. Очень хорошо и очень качественно. Здесь же просто размещена плата, размещен аккумулятор. Ну, как бы никакой защиты абсолютно нет. Дальше, что бросается дальше в глаза? Снимем защитную крышку с нашей платы и посмотрим на сами платы. Хотелось бы быстро пробежаться по отличиям на самих крышках. Вот у нас оригинальная крышка, вот Bluetooth-модуль, который отвечает за музыку ее воспроизведения. И вот, вот динамик у нас находится. Динамик помещен в специальную такую колбу защитную, которая предотвращает попадение влаги, какой-либо грязи или пыли. Все аккуратненько засиликонено, плата аккуратненько прикручена, вот прорезиненными болтами. Вот светодиод тоже аккуратненький, такой красивый, качественный. Вот это оригинальная крышка. А вот, дорогие друзья, Китай, китайская поделка. Что мы можем видеть здесь? Вот просто динамик, размещен таким вот образом, он никоим образом вообще не защищен от влаги, просто вот так вот неосторожно засиликонен. Сам модуль, он просто, он ничем не прикручен, его просто посадили на силикон. И вот диоды наши, обильно залитые силиконом. Вот видно, как сломалось крепление, то есть качество пластики, соответственно. Ну, начнем с самого главного, пожалуй. Это у нас плата управления. На оригинальном устройстве у нас есть маркировка ТАО-ТАО и порядковый серийный номер самой платы. Также, как мы можем видеть, вот здесь используют SLF кондеры. Это кондеры японской фирмы, которые очень давно на рынке, они высокого качества. Очень хорошо, что они стоят на плате нашей. Они уже очень давно себя зарекомендовали как хорошие конденсаторы. Также вы сами можете видеть, здесь очень платы отличаются. Здесь она более качественная, здесь куча, очень много всяких защитных элементов. Даже есть вот дроссель, который защищает плату. Насколько мы можем видеть, в китайской версии, на нашего гироскутера используется вот такая плата. В отличие от оригинального, на ней нет никаких конденсаторов. И вот маркировка ТАО-ТАО, но это не оригинальная ТАО-ТАО, это подделка под ТАО-ТАО. На самом деле, качество этой платы видно не вооруженным глазом, особенно если поставить ее рядом с оригинальной платой управления. А качество самой пайки, самих элементов, размещения этих элементов, количество этих элементов, говорит само за себя. Да, здесь добавить нечего. Что мы можем сказать про плату? Это оригинальная ТАО-ТАО с маркировкой серийным номером. Элементы выполнены очень качественно, пайка очень хорошая. Вместо стыков моторов на оригинальном гироскутере используется вот такое. Наша логика. Тоже вот такое подключение, оно очень качественно защищает от влаги, от пыли. А здесь, как вы можете обратить, здесь просто, как я уже называл, какой-то извращенец. Просто взял в руки силиконовый пистолет. Каркас, центральная рама, скелет нашего гироскутера. Я как специалист могу сказать вам, что вот здесь очень качественный и очень хороший сплав с алюминия. Он не сломается. Что видно здесь? Здесь видно, что сплав по качеству гораздо ниже, нежели на предыдущем. Вот какие-то косяки, неосторожности, какие-то потертости. Средний осевой болт, который вот отличает за повороты нашего гироскутера, вот он здесь гораздо тоньше, нежели на оригинальной версии. Так, на что еще хотелось бы обратить внимание? То, как подключены задние габаритные огни. Вот здесь они аккуратно подключены, вот два провода. А на китайской подделке у нас, во-первых, уже три провода. Закреплены здесь. Пару слов о моторах. Вот здесь мы видим мотор марки АМК. АМК – это китайский завод, очень высококачественный завод, который изготавляет моторы не только для гироскутеров, а он делает моторы для моноколес, таких фирм, как Готвей, Кингсонг и так далее. На данный момент является одним из лидеров по производству электрических моторов, ну, на подобный вид электротранспорта. Что мы видим здесь? Просто какой-то мотор, ну, с какой-то маркировкой, елизаметный, явно китайский. И тут еще вот маленькая такая деталька. На оригинальном гироскутере есть вот такая вот заглушка. Наверное, не достану даже и нам. Да, вот на китайском гироскутере есть вот такая вот заглушка, которая защищает от попадания как в мотор, влаги, песка, пыли, грязи, так и в сам корпус. На китайской подделке ничего подобного нет. То есть сюда можно спокойно попасть вода, и пыли, и грязь, и так далее. Пластик. Вот здесь желтый какой-то потускневший пластик, который можно просто сломать пальцами при желании. Вот здесь белый, прочный, высококачественный, хорошая пластмасса. А здесь вот, смотрите, ну, просто сравнение. Вот пластик и вот пластик. А сейчас, дорогие друзья, мы снимем мотор от каждого из этих устройств и посмотрим более наглядно разницу в этих моторах. Вот мы сейчас пытаем снять мотор для того, чтобы посмотреть, чем он отличается внутри. Первая проблема, с какой я столкнулся, это обильное количество силикона. Вот как они соединены здесь, дорогие друзья, просто заматаны черной лентой, которую мы сейчас будем пытаться раскрутить. И какое место соединения на оригинальном гироскутере я вам показывал. Вот небо и земля просто. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами и отсоединили два мотора от наших устройств, от оригинального гироскутера и от китайской подделки. Сейчас я хотел бы с вами просто взвесить их и потом вскрыть и посмотреть вовнутрь. Вот оригинальный мотор от оригинального гироскутера. 4 килограмма, 503 грамма. И вот китайский. 4 килограмма, 486 грамм. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами и разобрали наших два мотора. Что мы видим здесь? Вот мотор от оригинального гироскутера фирмы Кивана, а вот его китайская поделка. В оригинальном моторе провода очень осторожно уложены. Вот они даже закреплены стяжками. Здесь используются вот такие силиконовые жгуты. И вот они полностью защищены от влаги и очень осторожно и красиво уложены. Пайка очень аккуратная. Вот наши датчики холла. И большое количество меди. Соответственно, наш мотор здесь очень мощный. Также вот можно посмотреть на провода логического подключения. Вот они очень аккуратно сделаны, чтобы не попадала влага, песок и грязь. Вот наш мотор оригинал. Что мы видим на китайской подделке? Провода вот они переплетены. Вот таким образом. Там используется вот такая вот дешевая лента для защиты, если это можно назвать защитой. Вот такая неосторожная пайка, как вы видите на самой плате. Количество меди гораздо меньше, почти в два раза, нежели на оригинальном моторе. Ну, в принципе, все, что я могу сказать. Вот и сами логические провода выполнены вот таким вот образом, неаккуратным. Вот обильное количество силикона. Качество налицо.